Они очень сильно повлияли на коммуникативную методику. И я думаю, что если вы хотите что-то еще интересное узнать больше о коммуникативной методике, то иногда обратиться к истокам, это тоже очень бывает полезно. Я вкратце представлюсь для тех, кто меня не знает. Здесь вот мои фотографии лучшей жизни в CCN. Это моя самая вообще любимая компания. Я занимаюсь преподаванием китайского языка, но больше тренировкой преподавателей и методической работой. В CCN я работала как методист и потом старший методист, академический директор. Участвовала в таких проектах, в создании проектов еще запуски только, как профильный класс и онлайн-школа. И я очень рада, что CCN это место, которое развивает коммуникативную методику в преподавании китайского. Я считаю, это очень важное дело и недостаточно это делать на уровне отдельных учителей. Это должна быть именно компания. Так что, если вы здесь, то я вас поздравляю. Эта причастность, мне кажется, к чему-то очень великому для нас. Я училась коммуникативной методике через английский язык. Это повлияет на то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Это частая претензия, на самом деле, к методистам. Но, к сожалению, именно так устроен методический мир, что если мы хотим следить за новинками в методиках и понимать, куда идут тенденции, куда нам развиваться тоже, то нам приходится работать через английский, через преподавание английского языка. Хотя я его никогда не преподавала, но приходится узнавать, как это делают они. У нас сегодня будет четыре части. Мы поговорим с вами про распространенные методики преподавания иностранных языков. Их, конечно, как вы понимаете, сотни. Если кто-то из вас учился на лингвиста, на преподавателя, вы про них тоже знаете. Я не буду вам рассказывать конкретно, там, такая-то методика, она делает вот это и вот это, потому что, ну, это будет очень долго и, скорее всего, не нужно. Методики очень сложно описывать. Хорошо бы либо уроки смотреть в этих методиках, либо тогда уж подробно, досконально изучать, как они устроены. Потому что если просто я накидаю каких-то случайных фактов, это будет такое общее очень представление. Мне, скорее, сейчас интереснее показать исторический процесс, то, как человечество пришло к коммуникативной методике и куда оно идет дальше. Коммуникативные методики, поговорим с вами о том, что это не одна методика, о том, что там есть интересные тоже современные процессы. И отдельно, вот последние два пункта, это, если честно, будет такой больше пересказ сплетен, то, что вы услышите скорее от меня, чем прочитаете в какой-то книге, потому что я ворюсь в методическом сообществе, и за последние полгода произошло много изменений, мне хочется тоже об этом рассказать. Но, знаете, я не хочу об этом рассказывать на такой очень широкой аудитории, я это не буду делать в соцсетях, потому что, ну, темы такие деликатные. Так, ну, мы начнем с вами с теории. С самого начала давайте напомню просто, что такое методика. Посмотрите на слайд. Вот то, что вы здесь видите, это то, что чаще всего выдается за методику, как правило, рекламщиками, маркетологами, но это, конечно, не методики. Вот здесь способ работы с текстом – это классическая подмена, когда мы частное путаем и целое. Текст – это просто частность, это какой-то маленький элемент языка. Но это не весь язык, как вы понимаете. Поэтому если кто-то говорит, что у меня есть три новых способа работы с текстом, значит, это новая методика. Нет, это не так, это подмена. Если мы говорим, что у нас какие-то прикольные приложения, упражнения, это Московская электронная школа, электронная доска, там телефоны, компьютеры – это тоже, конечно, не методика. Это просто техника, которая помогает нам. Она может присутствовать абсолютно в любой методике. Либо у вас может быть коммуникативная методика, просто надписи на салфетках – это тоже будет коммуникативно. Так что тоже это сразу отметаем. Вот здесь хочу отдельно остановиться. Значит, я придумал суперметодику запоминания иероглифики. Значит, что иероглифы надо раскладывать на графемы. Это революция, это новая методика. Тоже не подходит, потому что иероглифика – это всего лишь часть письменности. Это даже не часть языка. Вот есть иероглифика как элемент письменности, есть тонны как элемент фонетики в китайском языке. Но это не весь язык, опять же. Те люди, которые говорят, что методики преподавания английского языка не подходят для китайского языка или какого-то еще другого, японского, восточного, невосточного, они просто не понимают, о чем говорят, потому что письменность, фонетика, произношение, чтение, письмо, говорение, аудирование существуют в любом языке. И здесь, да, то, как вы учите иероглифы, это немножечко меняет ваше преподавание. В каком-то небольшом аспекте, да, это влияет на ваши уроки иероглифики, но не более. Методика эта гораздо шире. И сейчас, коллеги, у кого-то такой фоновый звук идет, выключите, пожалуйста, звук, как будто не голос, а вот какой-то технический звук. Спасибо. Насчет иероглифики. Если подумать, допустим, для какого-нибудь ребеночка из арабской страны, когда он начинает впервые изучать английский язык, для него буквы – это такие же иероглифы. Ну да, потом там идут различия, связанные с тем, что буквы легче записывать, потому что они связаны больше со звучанием, понятно. Но первоначально вот это столкновение с буквами – это тоже просто какие-то знаки непонятные. И в этом плане даже английский язык может предложить интересные некоторые технички, которые потом могут переноситься у нас и в иероглифику. Поэтому не так уж все это сильно и различается. Отдельно хочу вас предостеречь о всяких авторских изобретениях. Все-таки вот чем мне очень нравится западный подход? Ну, методики, как преподавание иностранных языков, оно развивалось, к сожалению или к счастью, уж не знаю, но в западных странах применительно к преподаванию больше всего английского языка. Поэтому мы постоянно смотрим на запад в этом вопросе, и там ни у одного человека нет смелости и наглости называть методики своим именем. Почему-то это часто делают у нас, и это абсолютно, конечно, фикция. Если вы возьмете методики, которые названы чьим-то именем, и просто в них покопаетесь, вот посмотрите, как это устроено, скорее всего, это будет хорошо известная методика, у которой есть научное название, есть уже много посвященных исследований, которые занимались абсолютно другие люди. Ну, человек добавил там два каких-нибудь упражнения и, значит, сказал, что это его авторство. Но это так не работает, это мошенничество, по большому счету. Даже сейчас мы с вами поговорим сегодня о том, что в английском языке есть очень сильный такой блок коммерции, что бизнес влияет на преподавание, что он там накладывает свои нехорошенькие тоже отпечатки. Но даже там методики, которые появляются сейчас, люди не называют своими именами все равно, потому что методика – это всегда совокупность работы многих людей. И она не появляется из ниоткуда, что, да, вот Сталин дал задание изобрести методику, и все пошли изобрели. Нет, это не так работает. А просто, как правило, методики появлялись как реакции на предыдущие методики. То есть мы видим, что что-то старое не работает, мы хотим это как-то изменить и начинаем думать. А что, если вот сюда пойти, а вот сюда пойти? Это работа коллективная. Часто это работа, если говорить, опять же, про англоязычный мир, это работа Британии и США, не связанная друг с другом, просто что люди на разных континентах вдруг доходили до чего-то одновременно. И с методиками очень сложно устанавливать какое-то авторство и какие-то годы. То есть даже сегодня мы с вами посмотрим, что назвать точный год появления чего-то практически невозможно. У нас зафиксированы годы выхода каких-то книг, но книги не источник методики. Источник методики – это часто просто какие-то учителя, которые работают, что называется, в поле и до чего-то доходят опытным путем. Поэтому все авторские методики сразу должны вызывать подозрения и говорить нам о том, что нет, вряд ли это то, что мы должны перенимать. И еще один момент, тоже очень под влиянием рекламы сформированный, это всякие шокирующие инновации, революции, какие-то потрясающие нововведения, которых просто не ведал мир. Вот, значит, шок, в методиках что-то придумали новое. Такое произошло, на самом деле, один раз за всю историю методик. Мы сегодня его с вами рассмотрим. Когда то, что было раньше, просто перевернулись ног на голову, и люди как бы очнулись и сказали, мы идем куда-то не туда, давайте просто сносить все под корень. Но с тех пор таких процессов больше не возникало, и, что самое главное, не возникало вокруг обстоятельств, которые бы эти процессы стимулировали. Поэтому сегодня в методиках происходят изменения, но они настолько ничтожно маленькие. Это какие-то маленькие крупицы. Ничего шокирующего здесь придумать невозможно. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на это и других не обманывайте. Лучше говорить, что вы хорошо работаете в какой-то общепринятой методике, чем говорить, что вы что-то там изобрели, что на самом деле это разбивается в два счета. Сейчас абсолютным стандартом так называемой методической ортодоксии, то есть чем-то абсолютно правильным, себя уже зарекомендовавшим, просто золотым стандартом в западном мире считается коммуникативная методика. И она выбивалась, как вот скульптура выбивается, потихоньку отбрасывается все ненужное, так и методика выбивалась на самом деле в течение сотен лет и десятков лет. Постоянно вносились какие-то чуть-чуть изменения, люди отбрасывали то, что плохо, но то, что хорошо, они сохраняли. И методика таким образом огранилась. Поэтому мы все равно будем сегодня смотреть на все с позиции и опираясь больше на коммуникативную методику. Пишут, что звук пропал. У меня с наушниками иногда такое бывает. Слышите меня? Ага, все. Так вот, сейчас есть три основных компонента, которые, можно сказать, родили вообще коммуникативную методику, которые позволили ей создаться. Например, вернее, первый такой важный процесс – это как раз-таки реформаторское движение XIX века. Мы сегодня поговорим о нем. То, что вообще зародило в головах людей идею коммуникативной методики. Хотя, конечно, тогда это так не называлось. Второй суперважный аспект, который просто внес гигантский вклад в коммуникативку – это наблюдение за детьми. Просто люди в какой-то момент вдруг поняли, что мы сидим в школах, изубрим грамматику, но когда рождается младенец, он так не учится. Он просто начинает, ну, как бы просто, да? Он просто, откуда ни возьмите, начинает разговаривать. И потом он может читать и писать даже то, чему его не учили. И как это вообще происходит – непонятно. А давайте посмотрим, как это происходит. То есть этот исторический процесс связан с выделением личности ребенка, что ребенок вдруг из предмета мебели превратился тоже в полноценного человека. И наблюдение за тем, как дети изучают свой родной язык изначально, оно дало очень много коммуникативной методики. Третий процесс, который суперсильно тоже влияет – это изучение мозга, то, что сейчас вылилось в нейролингвистику. Открытия, которые произошли там, их невозможно повторить, потому что это один раз в истории происходит. Мы физиологически, как люди, устроены все одинаково. И, скорее всего, когда мы открыли какие-то процессы когнитивные, мы узнали, как работает память, внимание, как работает наш мозг, это уже не будет опровергнуто так глобально. Коммуникативная методика – она самая научно обоснованная, потому что она строится в том числе на исследованиях мозга. Именно поэтому это такой вот тоже методический стандарт. Выдумать новую методику, которая бы как-то иначе рассматривала мозг, вы понимаете, но это невозможно просто. Нам нужно тогда обновить абсолютно все данные. Так, есть ли здесь пока, это такая вступительная, по большому счету, часть, есть ли тут какие-то вопросы? Если вопросов нет, то мы с вами немножечко пойдем по линии времени такой исторической. Просто посмотрим на то, как методики дошли до жизни такой. Начнем тогда, естественно, с полного погружения, когда человек просто ездит в другую страну, и там как-то начинает разговаривать. Это, конечно, абсолютно хаотичный процесс, но полное погружение существует до сих пор, и оно изучено достаточно неплохо. Лингвисты изучают людей, которые жили в одной стране, потом переехали и просто ни с того ни с сего там начали разговаривать. И там очень много интересных закономерностей выявляется, которые тоже перекочевывают иногда в коммуникативную методику, но одно из важных таких обстоятельств, что эта методика очень сильно зависит от психологии конкретного человека. У кого-то могут быть шикарные результаты, у кого-то может вообще не быть результатов. Я думаю, вы по своим друзьям тоже знаете, кто-то в Китае прожил 30 лет и вообще никак это ему не помогло. Поэтому это такой управляемый хаос, который очень сложно воспроизвести. И эта методика, мы ей как бы не занимаемся. Я хочу здесь отметить, что полное погружение – это только переезд в другую страну. Для этого надо, чтобы вы были 24 на 7 окружены языком, и письменным, и устным, и чтобы у вас были вокруг носители языка. То есть, когда мы говорим, что ученик находится в классе 3 часа в день и занимается китайским 3 часа в день, это не полное погружение, потому что нет китайцев вокруг. Сами понимаете, после этих 3 часов он возвращается в свою русскоязычную среду. Это совсем не то же самое. Если я сижу и в приложении постоянно общаюсь с китайцами, это тоже никакое не полное погружение, это просто практика с носителем. Так что давайте здесь тоже разграничим термины. Полное погружение существует только при полном тотальном переезде. Сейчас полное погружение часто дополняется. То есть, все равно считается не очень эффективным. Если человек просто переедет и будет там как-то сам учиться, лучше ему дать учителя и удостовериться в том, что у него процесс пойдет контролируемый. Поэтому, если вас интересуют такие методики, почитайте про них. Там есть очень много дополнений. Потерять паспорт. Вы знаете, кстати, что если человек попадает в оноязычную среду, у него вообще нет никаких вариантов разговаривать, он первое, что будет делать, это задействовать жесты и какие-то другие способы невербального общения. Это то, кстати, что коммуникативная методика тоже в себя впитала, потому что общение – это не только язык. Дальше наш любимый с вами грамматико-переводной метод, который сложно отсечь, когда он появился. Но такой вот его тотальный расцвет – это столетие с 1800, наверное, где-то, наверное, больше 100 лет, все равно где-то начало 19 века до середины 20 века. Я думаю, про этот метод вы знаете очень много. Напишите, пожалуйста, по одному предложению. Вот что вы знаете про грамматико-переводной метод? Просто все, что к нему относится. Я зачитаю самые важные части для тех, кто будет записи смотреть. Ученики работают по цепочке, да. Перевод предложений, да. Перевод предложений – здесь сразу две важные вещи, что работа идет через перевод и что она, как правило, редко выходит на уровень текста. То есть мы чаще всего работаем отдельными предложениями. Изучение структуры языка, а не речи. Абсолютно верно, потому что речи не существовало в так называемом target language, то есть изучаемом языке. Грамматико-переводной метод больше всего был нацелен на изучение латыни, чуть-чуть меньше древнегреческого языка. Эти языки были мертвые уже тогда. Сначала их изучали довольно хаотично, но когда решили, что в школах нужно вводить изучение и латыни, и греческого, еще и потом соседних каких-то языков, то сказали, вот у нас есть хороший метод. Давайте брать священное писание, давайте вычленять из него предложения, давайте смотреть, как они устроены, вычленять какие-то правила, изучать эти правила, изучать списки слов. Ну и, в общем, делать то, что, я думаю, многие из вас помнят еще даже по школе, да, потому что у нас изучение иностранных языков современных очень во многом основано до сих пор на грамматико-переводном методе, к сожалению. На латыни не нужно было разговаривать, она не существует и не существовала уже в средневековой Европе и позже, она не существовала как такой язык общения. То есть это был искусственный язык, который держался на плаву за счет того, что люди его учили, но вы понимаете, что процессов живого развития, как в обычном языке, там уже не происходило. Больше работа с письменным текстом, а письмо-изобретение довольно новое. Что вы имеете в виду? Письмо-изобретение довольно новое. Вы имеете в виду в исторической перспективе, что люди позже начали писать, чем говорить. Как итог, читаю и перевожу со словарем. Да, да. Ну и потом, опять же, если мы говорим о таком более узком применении латыни, да, как богослужебная сфера, то там своеобразный лексикон, да, свои какие-то устойчивые выражения, которые до сих пор сохранились в разных языках. И это очень ограниченная часть языка, это все равно как бы не весь язык. То есть понятно, что человек, который говорит на латыни в 18 веке, и латинский как бы язык римлян, который был там на заре истории, это не одно и то же. То, что сохранилось в Европе там в 18 веке, это очень уже такое узконаправленное что-то. Да. Но этот метод оказался настолько серьезным, настолько прорывным в каком-то смысле, потому что, смотрите, что у нас было раньше, да, какой-то хаос просто, когда никто не задумался о том, как мы учим языки. И вдруг люди понимают, что в языке есть грамматика, есть какие-то закономерности, как-то он устроен. И это все равно сформировалось в какую-то систему. Поэтому эта система, ну, для латыни, для своих целей, для переводов, для чтения, она себя хорошо показывала. Поэтому он, конечно, этот метод был популярен. Кроме того, он, ну, это уже моя такая личная мысль, что он очень хорошо ложился на христианское мировоззрение, где есть иерархия, патриархат. Ученики сидят, слушают учителя. Учитель – это единственный источник знаний. Учитель тебе показывает, как надо делать. И вы знаете, наверное, про европейские школы, что с телесными наказаниями там все было очень запущено. То есть коммуникативную методику очень сложно представить в такой культурной среде. Это уже все-таки другой менталитет. А вот грамматико-переводной метод, где есть жесткие правила, тебе надо выучить эти слова, тебе нужно выучить это правило. Оно хорошо накладывается на менталитет в том числе. Вырабатывает специфический навык, который теряет актуальность развития мира сети и большими данными электронными переводчиками. Вы сейчас говорите про навык перевода. Понимаете, как… Вот это, кстати, интересно, что в грамматико-переводном методе людей не учат на переводчиков. То есть если вы хотите учиться на переводчика, вам нужно немножко больше, вам нужны специальные техники переводческие. Грамматико-переводной метод учит языку через перевод. Это чуть-чуть разная ситуация. Это ситуация, когда я хочу вспомнить какое-то слово и сначала вспоминаю, как оно по-русски, потом вспоминаю, как его по-китайски сказать. Это не то же самое, что озвучивать речь чужого человека, как делают переводчики. То есть это такая малюсенькая разница. Почему сейчас коммуникативная методика работает без перевода? Потому что она считает, что вот этот этап промежуточный, он не нужен. Мы можем вот этот процесс сразу сделать на языке изучаемом. Сразу по-китайски вспомним слово. Вот, хороший вопрос. А цель метода какая? Не развить язык? Нет. Цель грамматико-переводного метода была научиться читать, переводить и хорошо знать богослужебные книги. А как такая более высокая цель? Это знать латынь и древнегреческий. Но на латыни и на древнегреческом никто не разговаривал, как на живом языке. Люди просто обменивались цитатами. Поэтому это... Кстати, вот этот вопрос, он и лег в основу реформаторского движения. Люди вдруг одумались и спросили себя, а какая вообще цель изучения языка? Это очень важный вопрос. Грамматико-переводной метод после того же, как в 20 веке появилась нормальная научная база для исследования лингвистики, языков, он был, скажем так, его просмотрели с помощью науки и поняли, что под ним нет вообще никакой научной базы. То есть все, что там существует, оно просто... Это просто умозаключение. Это какие-то теории, которые люди понастроили, но они не подтверждаются. Как ни странно, в методе полного погружения наука нашла больше эффективности, и он больше соответствует науке, чем грамматико-переводной. Вот это, конечно, парадокс. Люди в чате начали спорить, когда переводчики потеряют актуальность. Я не готова тоже об этом говорить. Это отдельная область. Меня иногда очень пугает то, что даже банальный переводчик Google научился делать за последние 10 лет. Но я не знаю, я не специалист в переводах. Хорошо, поехали дальше. Реформаторское движение, которое появилось в середине 19 века. Ну и мы берем вторую половину 19 века, как его такой расцвет. Это движение, которое восстало против грамматико-переводного метода. И ведь грамматико-переводной, он от изучения латыни-греческого перешел к изучениям соседних языков. То есть типа, если для латыни нормально, то давайте и французский язык в Германии, допустим, тоже изучать через него же. Так делали на автомате и только потом задумались, а насколько это вообще нужно. И реформаторское движение, оно, посмотрите, как много вещей на него повлияло. Ну, банально. Развитие транспорта. Вообще, конечно, в этот период, вторая половина 19 века, да, начала 20-го, это потрясающий исторический период. Развитие транспорта. Люди начинают гораздо больше общаться, появляется больше возможностей для путешествия, значит, для общения. Люди понимают, что, ой, нам как-то надо разговаривать. Отсюда идет переосмысление роли языков, как раз то, о чем вот Олег написал. Да, если раньше это просто книжечки читать, то теперь вдруг нам надо общаться. В это время начинают появляться первые разговорники, вот эти брошюрки, типа, выучи язык сам, там, китайский за 10 мин. Ну, в Европе, конечно, не про китайский говорим, но люди вдруг понимают, что язык – это что-то прикладное. Вы знаете, до сих пор лингвисты до конца спорят, какая функция у языка, потому что языка очень много разных функций. И далеко не только коммуникативная. Язык еще много чему служит, и мы так до конца и не понимаем, почему мы имеем речь в том, виде, в каком она у нас есть. Потому что у животных, например, есть очень интересный механизм общения, в частности, смена цвета у хамелеонов. Это не столько мимикрия, сколько общение. Они свои эмоции выражают путем того, что они меняют цвет. Почему люди в процессе эволюции так же не сделали? Почему у нас возникла речь? И в процессе, в опасности, в каких-то ситуациях, иногда у животных есть гораздо более эффективный механизм коммуникации, чем речь. Какая роль еще у языка? Есть идея, что одна из ролей, я думаю, что это абсолютно точно так и есть, одна из функций языка – это вот пендреж, на самом деле, то есть социальная иерархия. Я говорю круче, чем ты, у меня словарный запас больше, я там чинью и знаю, еще что-нибудь, значит, я круче тебя. И вспомните Пигмалиона, который на этом построен, и подобные произведения. То есть язык показывает социальный статус человека. Когда были в Европе обязательно латынь, древнегреческий, это тоже показывал статус человека, что ты там цитатками сыпешь, а ты нет. Значит, понятно, что первый человек более образован. Но когда возникает потребность людям общаться, торговать, делать бизнес в понимании 19 века между собой, уже вот эти вот статусы, ну, они чуть-чуть начинают отходить на второй план. Нам не важно, сколько ты знаешь цитат, нам надо договориться здесь и сейчас. И поэтому язык немножко начинает упрощаться, немножко упрощается подход вот к этому. У нас ведь тоже в русском языке были, да, так помните, эти высокие штили и так далее. И в чем реформаторство Пушкина, да простите меня Пушкин, что я сейчас за одну минуту это сформулирую, но он смешал, перемешал стили между собой. Он первый автор, который вдруг тот стиль, которым люди разговаривают, да, и считают его таким низким, он это помещает в произведения, в поэмы, и миксует это все, слова абсолютно из разных стилей, из разного происхождения. Там и церковно-славянские слова, и русские склонные слова, и французские, и все это в кучу. И люди в шоке. А что, так можно было? Дальше. Что влияет? Это зарождение психологии. То, как мы уже сказали, да, вдруг дети начинают осмысляться, как тоже люди, и давайте следить за ними, давайте смотреть, что у них происходит. Появляется внимание к внутреннему миру человека, что человек это еще и психика, да, то есть душа, это слово не переводится, психо-душа, значит, есть еще какой-то во мне там второй-третий план. А что, если это влияет на то, как я учусь? И вот эти процессы, они потихонечку-потихонечку начинают развиваться и изучаться. Дальше. Очень важно, в середине 19 века возникает фонетика, как наука. То есть люди вдруг начинают понимать, что произношение ничуть не менее важно, чем написание, а то и более важно, и возникает фонетика, как область. Давайте изучать, как люди ставят язык, да, что мы делаем мышцами, мы вдруг понимаем, что у нас тело в этом тоже участвует, и как это все, есть какие-то закономерности. В это же время лингвистика начинает формулироваться, как наука, да, вот, например, то, что сейчас называется настратическая лингвистика, идея о том, что все языки произошли из одного корня, она тогда начинает чуть-чуть оформляться за счет того, что люди понимают. Есть языки родственные, да, есть семьи языков, что-то немецкие и английские как-то уж очень похожи между собой, вдруг они, значит, родились оттуда из одного корня. И я думаю, лингвисты хорошо знают про братьев Гримм, которые, помимо того, что были сказочниками, еще и сделали просто гигантский вклад в лингвистику за счет изучения германских языков, сформулировали там определенные законы, что это не просто разговоры на уровне, ну, там слова похожи, наверное, это одинаковые языки. Нет, это гораздо более глубокая работа. И все это заставляет людей подумать о том, что такое вообще язык и как он действует. То есть внимание фокусируется на этом и становится более научным. Это уже не просто какие-то теории, под этим уже есть научная работа. От всего этого возникает так называемый прямой метод. Он не так уж долго продержался, он сейчас не существует в чистом виде, но это прародитель... Господи, пожалуйста, коллеги, выключайте звук. Прямой метод это прародитель коммуникативной методики, потому что он был беспереводным. Мы насмотрелись на детей и поняли, что они тыкают пальцем и говорят, вернее, мы взрослые их учим так, мы говорим, это нож, это вилка, это стакан. И можно сразу это сделать на языке, потому что, ну, зачем называть объект через родной язык, можно это сразу сделать на изучаемом языке. Это я сейчас, конечно, опять же, очень сильно огрубляю. Если вам интересно про прямой метод, читайте про него отдельно, там было очень много параметров. Большая часть из них несостоятельные, они уже... Ну, поэтому метода уже не существует. Но для коммуникативки он дал очень многое. Ничего страшного. Так. Есть ли тут вопросы по вот этому интереснейшему, мне кажется, периоду? Наверное, нет вопросов. Да, я прошу прощения, у нас действительно более лекционный сегодня такой формат, но эта тема, она сама более теоретическая. Дальше, следующий метод, который вырос во многом из прямого метода, потому что он тоже был беспереводной, но это уже середина 20 века, и он развивался больше в США. То есть, если реформа это было движение европейское, то аудиолингвальный метод у нас возник в США, ну и продержался там лет 10-20, совсем недолго. Но этот метод дал нам тоже гигантскую перефокусировку за счет того, что он сказал, надо слушать, как люди говорят, то есть, надо пытаться учиться через уши. В его основе была, знаете, вот тоже в начале 20 века, там уже 30-40-е годы стали популярны вот эти идеи об изучении инстинктов, рефлексов, опыта Павлова, все это сформулировало такой подход, что а вдруг люди, это точно так же, как и собачки, такие существа, которые просто на рефлексах существуют, и мы можем просто что-то наслушать и за счет этого начать говорить. Я послушал, когда мне 800 раз сказали нехау в уши, все, я теперь тоже могу говорить нехау правильно. И тогда еще подключилась техника, появился аудиолингвальный метод, который основан на паттернах, которые человек наслушивает, он наслушивает небольшие фразочки, научается их тоже проговаривать, и потом из этих паттернов составляет свою речь. Этот метод тоже оказался научно несостоятельным, то есть после 50-х годов было доказано, что нет, человек это все-таки не попугай Кеша, он не может так работать, он должен работать иначе, наш мозг гораздо более сложен, и рефлексы, ну они есть, но они не так себя проявляют, как мы про это думаем, поэтому этот метод в чистом виде тоже был уничтожен, но он заложил очень большую практическую часть, там было очень много упражнений для работы именно с аудио, для работы с языком на слух, и все это перекочевало просто таким гигантским блоком в коммуникативную методику. Мы сейчас, когда с вами дрилям, то есть много раз повторяем какие-то слова или даем аудирование ученикам, мы очень часто опираемся на разработки вот этого метода. Да-да-да, с бихевиоризмом совершенно верно, я уж тут решила не углубляться там сильно в историю, абсолютно верно, он был в США, вот нам пишет коллега, да, это связано с бихевиоризмом, он в США был в психологии ведущим, насколько я помню, да, так и было, и потом был полностью уничтожен. Ну, считается, что приложения, которые сейчас вам там тоже помогают учить языки за счет того, что вы какие-то слова постоянно наслушиваете, это вот тоже влияние аудиолингвального метода. Ну, и период от 50-х годов до 80-х, это вот это такое золотое 30-летие, там методики появлялись каждый день и умирали почти точно так же быстро, потому что они оказывались, наука очень быстро шла вперед и быстренько их тоже опровергала. Все это так кипело-кипело, пока не дошло до формулирования коммуникативной методики, которая родилась в 70-х годах. Она, конечно, у нас существует до сих пор, но она тоже претерпела уже с тех пор какие-то изменения. Что самое главное в этой методике, что она научно обоснована и никаких, как я сказала, шокирующих открытий уже в физиологии. Если только мы завтра узнаем, что у человека там не 5 чувств, там органов чувств, да, а 10, тогда нам придется опять методики как-то конкретно вот так вот перемешивать и смотреть на них под новым углом. Но вы понимаете, вот посмотрите, да, еще раз на вот эту реформу, чтобы так сошлись все вот эти обстоятельства, это действительно был уникальный период в истории человечества. Вряд ли звезды так сойдутся еще раз. Поэтому сейчас изучение, исследование методик и изменение в методиках, они происходят гораздо реже и на гораздо более таком маленьком уровне. Вы знаете про коммуникативную методику, я думаю, все, те, кто в СССР работает, я вкратце только напомню, что методика эта ставит в угловую угла четыре языковых навыка чтения, говорения, письмо, аудирование и считает, что ты знаешь язык, если ты владеешь вот этими четырьмя навыками. Но она не отрицает грамматику и чтобы учить грамматику, коммуникативная методика использует упражнения из грамматико-переводного метода, не стесняется. Она не отрицает роль фонетики очень высокую и для фонетики в том числе используют наработки аудиолингвального метода. Учебник Спешнева, например, по фонетике, который в китайском хорошо так любим многими, он во многом аудиолингвальный. То есть мы все равно все вот это впитываем. Только я хочу, понимаете, тут очень важно понять, коммуникативка, она уже вот сформулирована. То есть если некорректно будет сказать, что коммуникативка миксуется с грамматико-переводным методом, нет, она в себя взяла определенные упражнения оттуда и как бы все это затвердело вместе. Все, это теперь самостоятельный независимый метод. Но без грамматико-переводного метода не было бы коммуникативного. Вот такой парадокс. Скажите, пожалуйста, есть ли тут вопросы? Этот исторический блок мы с вами закончили. Наверное, нет вопросов. Хорошо. Тогда мы поговорим про то, во что коммуникативка выливается сегодня. Сегодня считается, что это так называемый зонтичный термин, то есть это есть вот базовая коммуникативная методика, но она, это как бы одно направление, а есть еще такие коммуникативные методики, которые из нее вырастают. Вот посмотрите на них. И сразу скажу, с точки зрения вот прям научной, это не совсем корректно. Ни один из этих, ну вот это вот, вот это и есть базовая коммуникативная методика, да, это как бы наш золотой стандарт, он у нас отдельный. Все остальное нельзя сказать, что это прям методики, потому что у методики всегда должна быть какая-то научная теоретическая база. Это должен быть такой всеобъемлющий подход, который смотрит глобально на все процессы языка. Все, что находится здесь, это какие-то узкие направления, но почему их сейчас как бы вот так вот выделяют под методики, почему мы ими занимаемся, почему мы вообще сегодня про них говорим? Потому что, если новые методики будут появляться, они будут вырастать вот из этих вот корней. Как я сказала, это не быстрый процесс, это не процесс, который происходит под влиянием одного человека. Нет. Есть зерно, оно вот так разрастается. Базовая коммуникативная методика, как вы увидели, тоже не в один день родилась. Поэтому, если вы хотите следить и держать руку на пульсе в отношении того, что происходит в методиках, вам нужно смотреть куда-то вот в эти области. Но сразу скажу, что самый сейчас развивающийся это лексический подход и TBL. Мы сейчас про это отдельно поговорим. Так что, понимайте, пожалуйста, что это неравноценные вещи. База, вся научная база у всех этих подходов, она берется из коммуникативного подхода. Там очень практически нет каких-то серьезных изменений. Итак, смотрим первый язык для специальных целей. Почитайте, пожалуйста. Это то, что больше всего у нас известно как бизнес китайский, бизнес английский. Но это не только бизнес. То есть там могут быть очень разные области. Например, медицинский китайский, китайский для стюардесс и пилотов, бортпроводников, правильно говорить. Вот. И так далее. То есть это когда мы учим конкретно язык только для вот этой вот области. И понятно, что база все равно у нас языковая, обычная. То есть если у вас приходит ученик бизнес китайский и хочет учить, где-то доеческие 4 вы все равно будете вести по области. Общему китайскому, правильно? Вам же надо и процессы заложить, то есть надо ему объяснить вообще как устроена иероглифика, фонетика. То есть вы не можете это сразу делать на примере бизнес-слов. И вам нужно базу лексическую заложить. Все равно нельзя вести переговоры даже самого там высокого уровня, если не знать, как будет я по-китайски. То есть все равно все это начинается где-то только после 4-го, 5-го HSK. Что важно? Есть такое общее понимание, что бизнес-язык он отстраивается от обычного языка только за счет лексики. И это во многом справедливо. То есть, конечно, в бизнес-китайском лексика гораздо более узконаправленная. Она очень точечная, очень специфичная. И человек обычный не будет это изучать, потому что он с этой областью просто не сталкивается. Но это далеко не только лексика. Там могут быть свои особенности грамматики, например, в письменных текстах, в контрактах, например, могут быть свои грамматические особенности построения текста, которые мы не изучаем с обычными людьми. Там могут рассматриваться специфические кейсы, которые важно изучать тому человеку, который пришел к вам, но они, опять же, абсолютно не нужны тем, кто просто учит общий язык и так далее. То есть, отличия там идут далеко не только на уровне лексики. Конечно, преподавателю хорошо бы самому быть специалистом тоже в этой области, чтобы понимать, о чем он говорит. Здесь предполагается, что ученик уже сам знает это все. То есть, на своем родном языке он знаком с этой сферой. Это не что-то для него новое. Да, культурный аспект тоже, но и, опять же, если мы берем, я, например, видела книги для танцоров, английские для танцоров. Там культурный аспект просто гигантский, но здесь есть очень большая разница. Есть вот это вот язык для специфических целей, а есть так называемый клил. Это разные вещи. Посмотрите. Если здесь мы изучаем, допустим, китайский для медицины, это значит, что мы будем по-китайски учить все названия каких-то медицинских терминов. Ученик, который этим занимается, сам уже неплохо в медицине разбирается, он понимает на своем родном языке, как это все происходит, для него эта сфера не новая. Он учит только язык. То клил – это одновременное изучение и языка, и предмета. То есть в клил к вам приходит ученик, который мало знает про медицину, и вы его начинаете обучать через китайский язык в медицине. Причем в случае китайского языка это будет обязательно и китайская медицина, в том числе, и европейская медицина. То есть это разные вещи. Здесь вообще учитель должен быть еще и специалистом по самому предмету. И это достаточно новый аспект. То есть если вот это существует уже довольно давно, то клил – это буквально активно развивается в последние, может, 15-20 лет. Потому что здесь гораздо более сложные процессы задействуются. Во-первых, самому учителю. Прикиньте, насколько более сложно проверять именно знания по предмету. Вот тут не зря мальчик с опытами какими-то. То есть если это химия, может быть, там вообще языка не требуется. Надо, чтобы человек что-то правильно смешал. Простите меня, кто в химии понимает. То есть надо, чтобы человек понимал сразу на разных уровнях. Если ребенок это изучает, то у него идет очень активное когнитивное развитие. Например, ребенок изучает математику и китайский вместе. И это значит, что у него идут более сложные процессы, чем у ребенка, который просто изучает математику. Это тоже хорошо бы изучать, хорошо бы понимать, что там за процессы происходят. Поэтому без последних научных данных это все как бы не существовало. Это довольно новое изобретение. Языковые навыки применяются сразу. То есть если здесь ученик, ну он может учить бизнес китайский, думая, что через три года он поедет в Китай заключать контракты. Нет, в Клиле надо сразу. Ты выучил, ты сразу сделал. И там гораздо больше практики, опять же, и в языке, и в предмете. Ну и сформулировалось это, естественно, все, опять же, для английского языка, потому что в научном сообществе нужно было воспитывать людей, нужно было образовывать детей, в том числе и подростков, и сразу их интегрировать в какую-то сферу, в какой-то бизнес. Поэтому Клил для английского языка есть гигантское количество учебников по Клилу, для китайского, ну, наверное, тоже есть, просто поменьше. И самые разные предметы, в том числе и танцы. Если мы берем как раз танцы, вот здесь у нас будет очень сильное погружение в культуру, то, которого не будет у обычного ребенка, который просто учит китайский для себя. Скажите, понятна разница между вот этими двумя вещами? Хорошо. Клил, я думаю, что нам, ну, мало нужен. Это уж очень какая-то специфичная штука. Я помню, когда профильный класс в CCN только вот создавался, и была у руководства идея, что давайте делать вот здесь вот так. То есть учить сразу, допустим, и математику, и китайский. Но я это сразу отмела. Я говорю, я не знаю, где найти специалистов, которые бы вообще это все потянули даже на стадии разработки. То есть это точно не я, это не те китайцы, которые с нами работают. Это нужно прям вот очень-очень узконаправленные люди. Но мы знаем, что всегда что-то узконаправленное, оно потом становится все более-более популярно, да, и становится более доступно другим людям. Многие достижения, которые мы имеем сейчас, это когда-то были достижения там ракетной какой-нибудь сферы. Они просто спустились к обычным людям. Поэтому я уверена, лет через 10-15 CLIL будет гораздо более распространен и доступен. Вот, кстати, хорошее замечание. Вот начинается. Смотрите, элементы CLIL можно внедрять чуть-чуть, в английском так делают. Понимаете, мы сейчас с вами говорим о методике, то есть о подходе в целом, когда ученик учит только это. Внедрять кусочками можно все, что угодно, конечно, но если говорить о том, как работать в таком подходе постоянно, это требует суперспециального образования у преподавателя, и это, ну, это немножко другая история. Я могу взять CLIL-учебник и провести по нему один урок. Какой будет в этом смысл, непонятно, потому что любой методике должен быть, должна быть цель, должен быть фокус. В CLIL-е есть четкая цель научить ученика предмету и языку в том числе. Если я один урок проведу, чего я добьюсь, не знаю, как для развития себя как преподавателя это очень интересно, и опять же, может быть, кто-то из вас когда-то будет этим заниматься, я только за. Поэтому, да, возможно, начинать с малого, но в масштабе методики ученик этого даже как бы не заметит. Вот тут интересное замечание. Бизнес китайский это и финансово, и юридически, логистика, и география, математика. По большому счету вы правы, и в этом тоже есть различие, что CLIL, он более узконаправленный. Но тут тоже, знаете, сейчас в принципе знания настолько интегрированы, да, выделить, сейчас же все междисциплинарное стало, поэтому выделить какую-то очень чистую сферу сейчас практически невозможно. Хорошо, смотрим следующий метод TPR. Дословно переводится как, сейчас, у него на русский есть перевод, типа полноценная реакция тела, ну, перевод ужасно некрасивый. Так, посмотрите. В общем-то, я тут немножко схитрила, потому что TPR – это тоже метод, который возник в начале 20 века и потом был уничтожен. Он сейчас не существует, но его очень большой блок включен в коммуникативную методику. Да, 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 спасибо, полного физического реагирования. Да, он включен в коммуникативку, особенно себя эффективно показывает в работе с детьми. И я вот тут написала, что для начала 20 века это прогрессивное преподавание, потому что, представляете, мы опирались на глаза, да, вот у нас есть зрение, мы немножко подключаем там аудиальную часть потихонечку, но у нас вдруг моторика включается в TPR, это метод, который построен на работе с телом. Моторика, кинестетика – это новые, абсолютно прорывные вещи, и сейчас они очень хорошо себя показывают до сих пор. То есть мы же подключаем, получается, дополнительную память, мышечную память. Это работает гораздо более серьезно. Не могу представить в начале 20 века. Если почитать про этот метод, он именно тогда сформулировался, но он тоже не очень долго просуществовал. Просто у этого метода есть очень серьезный потолок. Как это происходит? Учитель сначала, сначала дети молчат. Учитель говорит, сядьте, встаньте, сядьте, встаньте. Сам показывает, да. Потом на языке там откроем книгу, закроем книгу, право, лево. И за счет движения показывает детям значение слов. Потом дети включаются телом, делают за ним то же самое. Потом дети начинают сами произносить это, попутно помогая себе телом. То есть у них запоминание слов идет через тело. Потом можно строить какие-то простые предложения, фразы и тексты. То есть этот метод, он работал именно с... Он хотел, чтобы люди именно учились говорить. Там дети в итоге говорили текстики, могли какую-то речь составить. Но все равно потолок у этого есть. Потому что, ну, сами понимаете, наверное, там до HSC какого-нибудь второго, там, может быть, второго с половиной можно так доучиться, но дальше идти очень сложно. И, ну, собственно, этот метод, он просто рассыпался. Но он вот именно в этой своей части, в части преподавания самых популярных глаголов, самых простых выражений, он работает очень здорово. Просто в отличие от всех других методов, вот смотрите, все, что мы сейчас вот здесь будем разбирать, там есть начальная точка, а конечной точки пока нет. То есть методы развиваются. А у TPR все. То есть вот как он сейчас известен, почитайте про него. Я думаю, что вы очень много интересного найдете. Очень много интересных упражнений там придумано. Но все, у него есть потолок. Этот метод дальше не развивается. Поэтому я его как бы сюда включила, но это, надо понимать, что отличается от всего остального, что есть. Игры. Сейчас. С детьми он еще хорошо работает, потому что он активно опирается на то, как дети воспринимают этот мир. Он не заставляет их сидеть, писать активно, не заставляет их скучать. Это частая смена активности. Это концентрация внимания за счет физики. То есть сами знаете, как сложно заставить ребенка сидеть вот так, а тут он прыгает, бегает, скачет. Это сильная вовлеченность учителя. У учителя есть ряд функций. Помимо того, что он преподает, он должен, например, детям закрывать экономические все же, эмоциональные потребности. То есть учитель в работе именно с детьми-дошкольниками должен быть активной фигурой, которая эмоционально детей поддерживает. И в TPR это есть. Если ты часто прикасаешься к ученику, если у вас много каких-то совместных игр, то это создает позитивный такой фон. То есть там на самом деле очень много всего. Нет, смотрите, в плане разгрома в чем проблема? Реальная связь память-тела, она доказана. То есть чем больше мы подключаем варианты в памяти, чем больше ассоциаций, тем у нас крепче какое-то слово въедается в мозг, если так очень грубо говорить. Почему он методически и научно несостоятелен? Потому что там потолок. Ты выучил все, ну там, самые основные глаголы, ты научился говорить простые фразы. Хорошо, а что дальше? Если я хочу говорить о чувствах, если я хочу говорить на абстрактные темы, если я хочу выходить в бизнес-лексику, как я буду это учить через TPR? Это нереально. Поэтому, по сути, она потом переходит просто в коммуникативную методику. Все-таки, еще раз говорю, вот методика, она должна не выделять какой-то один аспект, мы учим слова. Нет, она должна смотреть на язык целиком. А TPR, он именно что выделяет, мы учим слова, да. Вот. Поэтому он просто потом вливается в коммуникативку. Сейчас, кстати, под TPR понимают гораздо более широкие всякие вещи, например, сейчас. Ну, вот, условно говоря, да, допустим, если я учу ребенка, что там Лио, типа, это тоже TPR, потому что я просто включаю моторику. Если вы будете читать про TPR на английском языке, они очень часто вообще сейчас любое движение тела на уроке засчитывают в TPR. Хотя, строго говоря, это не так. Строго говоря, TPR – это когда учитель говорит, а ученик реагирует. Все-таки это метод, вот как написали, физического реагирования. Но тут уже эти научные разграничения. Самое главное, что в TPR куча упражнений, которые можно использовать очень эффективно и сегодня. Тренировка специалистов в ряды армии Китая. Кстати, похоже, потому что в армии речь очень отрывистая, и в случае китайской армии там все строится на простых глаголах. Да, там дык-дык-дык-дык-дык-дык. Именно как в TPR, и забавно, что вы об этом сказали, потому что ассоциации, они именно такие. Там не нужны формы вежливости, там не нужны какие-то вот эти вот уклончивые формы и, в принципе, очень таких длинных предложений с большим количеством определений. Это все не туда. Поэтому, да, для армии это прям подходит идеально. Так, хорошо. Дальше поехали. Теперь в саду и в армии, да? Я думаю, что вы сами используете все эти элементы, когда преподаете там какие-то простые слова, типа лететь, фэй, там идти, цоу и так далее. Так, прочитайте про догму, пожалуйста. В 95-м году Ларс фон Триер, режиссер, вышел и сказал, надоели ваши эти спецэффекты, кино катится в тартерары, значит, уже деревьями не видно леса, надо все это убрать, надо оставить только сюжет и игру актеров. Вот два элемента, которые интересны зрителям. И он назвал свое движение догма, оно продержалось, ну, где-то там до 2005-го, может, и так вот года. По аналогии с этим, учителя английского решили тоже высказать свою догму и сказали, мы уже просто не можем существовать в обилии вот этих книг, экзаменов, каких-то материалов, требований, бумажной работы, этого очень много. Мы, опять же, не видим самого главного, мы не видим ученика. Я сейчас поговорю еще о том, что, в принципе, методика стала хорошим бизнесом. И учителя же не идет, они тоже это замечают. В какой-то момент просто возникла потребность все это от себя отринуть и оставить просто голое преподавание, грубо говоря. Поэтому по аналогии с фонтриером в английском языке появилось так называемое движение догма. Опять же, это очень сложно назвать методикой. Это движение именно что, но оно сейчас включается в коммуникативную методику. Оно, пожалуй, самое позднее, то есть оно возникло вот где-то в конце 90-х тоже, и оно сейчас исследуется, существует, и интересно, куда оно вырулит. У него есть второе название, так называемое Unplugged Teaching, то есть преподавание, вытащенное из розетки, преподавание, отсоединенное от системы. И люди пытаются работать без книг, без каких-то там прописанных программ, а просто приходят на урок, грубо говоря, спрашивают учеников, как дела. Ученики что-то начинают отвечать, учитель из этого там сразу исправляет ошибки, сразу дает какой-то новый материал, и по сути он просто общается с учениками, исходит из их потребностей, то есть слышит, что ученику надо какое-то слово, он хочет что-то сказать, но не знает, учитель сразу ему это слово дает, и таким образом строится занятие. Как вы понимаете, поскольку преподавание английского языка, уже там настолько укоренена коммуникативная методика, учитель может это делать на ходу. То есть нормальный грамотный педагог, у которого много лет опыта работы, который 500 раз объяснял новые слова без перевода, он может легко в этой методике работать. Но я считаю, что ее категорически пока нельзя применять к китайскому языку. Да, но тут смотрите, тут не только без учебников, то есть она... Да, Олег, это мой страшный сон, потому что я иногда слышу в Инстаграме от коллег заявление, что я работаю без учебников, поэтому я склоняюсь уже к этой методике. Здесь дело не только в работе без учебников, здесь дело в работе, грубо говоря, без плана, что меня, например, гораздо больше пугает. Вот, хорошее замечание. Не понимаю, где заканчивается догма, и начинается халтура. В том-то и дело, что любое преподавание должно давать результаты. Как в коммуникативной методике происходит? Учитель думает, какая будет цель урока, что ученик приобретет за 60 минут, с чем он выйдет, какой у него будет вот этот вот плюс за 60 минут. В догме очень сложно предсказать этот плюс, потому что ты пришел на урок, и вот куда тебя ученик понес, у тебя такой плюс и будет. В чем отличие хорошего препода от халтурного? Хороший препод сможет обеспечить вот этот плюс, причем довольно значительный. Халтурный препод просто прикольно проведет время, потрындит по-китайски, что-то обсудит жизнь, и все. И люди выйдут абсолютно с нулем, у них не будет вот этого шага в плюс один. То есть в идеале нормальный преподаватель, если работает в этом методе, в догме, то он, у него постоянно плюс-плюс-плюс, дети все равно будут прогрессировать в языке. Но, если честно, я, во-первых, не особенно верю, что это уж прям-таки вытащено из розетки преподавание, потому что ты все равно опираешься на книги, которые ты видел. Может быть, ты сейчас не работаешь по книжке, но ты видел много учебников, ты понимаешь, как строится программа, как строится курс, ты понимаешь, что в какой-то момент тебе надо устроить тест. То есть, извини, структура в твоей голове все равно существует. У меня сейчас есть группа, в которой я пытаюсь немножечко внедрять какие-то элементы, по крайней мере, они меня ведут, они мне дают очень много слов. Вот они говорят, что мы хотим сегодня поговорить об этом, и они подбирают слова, я сразу им эти слова выписываю, потом даю на дом. То есть я каждый урок не знаю, какие новые слова у нас возникнут. И, честно скажу, это требует большого напряжения, и я все время в голове соотношу с программами других курсов, я сравниваю этих учеников с другими учениками, я слежу очень внимательно, чтобы у нас не было откатов, чтобы они не, как сказать, не было такого, что ученики, которые меня занимаются по учебникам, занимаются быстрее, потому что иначе какой смысл тогда, в чем эффективность будет. Интересно, но сложно. Я думаю, что, во-первых, это вообще не методика с научной точки зрения, у нее вся база коммуникативная. Ты делаешь то же самое, что ты делаешь на коммуникативных уроках, просто делаешь это как бы на ходу, такой профессионализм показываешь. Но, опять же, если уже на эту тему пишутся книги, а не пишутся, если есть учителя заинтересованные, это исследуется, значит, мы должны смотреть в эту область в ближайшие годы, возможно, там что-то появится. Поэтому одним глазом так следить, конечно же, нужно. Просто другое дело, учитывая, что преподавание языка – это еще и бизнес, это экзамены, это продажа учебников, я не думаю, что у этого метода есть серьезные какие-то перспективы, так уж, если честно. Да, Анастасия согласна. Интересное замечание. Есть ученики, которым просто не о чем поговорить, или они говорят примерно об одном и том же. То есть тут нужно усилие со стороны учеников. Да, и это сильно строится на менталитете западном. Мы сейчас об этом поговорим. Короче говоря, когда тоже преподаватель говорит, или в какой-то школе говорят, что мы преподаем без учебников, это скорее повод напрячься, чем восхититься и сказать, «Боже, вы такие не такие, как все». Хорошо, теперь посмотрим на метод, который реально все-таки… реально метод. Почитайте, пожалуйста. Да. Сейчас я на секунду пропаду, пока вы читаете. я здесь. Итак, сразу скажу, вот это SLA в восьмом пункте, это Second Language Acquisition, это поднаправление ответвления прикладной лингвистики, которая развивает теорию о том, что люди не столько изучают язык, сколько они его себе присваивают. И идея в том, что мозг как-то сам что-то рандомно запоминает, иногда без помощи учителя, иногда вопреки учителю, ученик учится как-то своеобразно. И вот как своеобразно, это как раз изучается в этой теории SLA. Идея в том, что язык учится не ради самого языка. Я думаю, вас, наверное, тоже замучили в свое время вот эти, а зачем тебе китайский? Ты вот обязательно, вот мне нравится, это недостаточный был ответ. Обязательно надо было сказать, что тебе, ты хочешь там его как-то применять куда-то. Нас, как людей, которые любят язык искренне, просто сам по себе, часто этот вопрос может бесить, но факт в том, что наши ученики действительно часто учат язык прикладно. Они что-то потом хотят с ним делать. И почему бы сразу не начать это делать на уроках? TBL – это курс, который немножечко уводит язык как бы на второй план. Это курс, который состоит из серии заданий ученикам. Ученики изучают язык за счет того, что они в группах, как правило, выполняют какое-то задание, которое находится для них на таком приличном уровне сложности. Часто это занимает не один урок, а несколько уроков. И они должны вот что-то вместе создать и за счет этого у них пойдет развитие языка. Ну, например, учитель говорит, вы должны там через три занятия, вы как группа должны представить варианты, как нашей школе по-другому переделать пожарные выходы. И вот начинается разбор. Чем плохи нынешние пожарные выходы? Зачем вообще нужны пожарные выходы? Как они функционируют? А как мы можем по-другому сделать? А когда было построено наше здание? То есть вы понимаете, здесь задействуются с точки зрения грамматики и лексики за этим довольно трудно следить, потому что там пласты языка вообще очень жестко перемешиваются по сравнению с обычной коммуникативной методикой. Обычная коммуникативная методика все равно немножечко выстроена по подобию грамматико-переводного метода вокруг грамматических тем. В ТБЛ не так. В ТБЛ там все перемешивается вот так вот. Сейчас ТБЛ – это направление, которое очень активно развивается. Есть отдельные книги методические, как работать в ТБЛ. Есть много учебников английского языка ТБЛ. Если этим задаться этой целью, начать это изучать, там результаты будут, я думаю, очень интересные. Я пока тоже нахожусь на уровне только одних уроков. То есть вот я делаю там один-два урока в ТБЛ. Я даю детям какое-то задание. Почему все время говорю детям? Ученикам какое-то задание. И вот мы там совместно что-то делаем. Но я все равно потом возвращаюсь к обычному такому, к обычной программе, которая построена вокруг грамматических тем, потому что за этим банально просто удобнее следить. Здесь тоже, мне кажется, очень интересный простор для учителя. И вот в отличие... Честно говоря, я в догму, ну так, не особо верю. То есть надо следить за ней, но что там что-то такое шокирующее получится, я не очень верю. А вот ТБЛ, это вполне может быть методика завтрашнего дня, потому что она тоже базируется на коммуникативной методике, но у нее очень много отличий. И там, если взять учебники, они выглядят прям сильно иначе. Типа тимбилдинга на иностранном языке. Да-да-да, в чем-то это можно так сравнить. Да, хочется сказать, а как же, вот есть же индивидуальные уроки. ТБЛ удобнее реализовывать в именно группах, но коммуникативная методика, она же тоже работает с группами чаще, потому что коммуникация должна быть между как бы несколькими людьми. И коммуникация учитель-ученик, это немножко не идеал с точки зрения коммуникативной методики, потому что в коммуникативке надо, чтобы были равны две стороны. А учитель-ученик, они все равно немножко не равны. Может быть, для изучения родного языка ТБЛ лучше работает? Слушайте, у меня по поводу изучения русского языка есть очень много мыслей, это я сейчас буду тогда много часов потрачу. Я думаю, что ТБЛ для изучения родного языка, допустим, русского языка, думаю, что нет. Какую бы книгу порекомендовали почитать по теме в первую очередь? Давайте я, чтобы не соврать, сейчас я вам пришлю, потому что их несколько. Сейчас я напишу. И в чат тогда Юлия перешлет книга по ТБЛ. Но тоже хочу напомнить, что во многом там она основывается на коммуникативной методике, то есть инструкции, например. Вы должны как в коммуникативной методике знать, как они поддаются. Как объяснить ребенку, что я от него хочу без родного языка? Учишь ребенка китайскому, он потом зарабатывает на переводе комиксов. Это ТБЛ. Кстати, перевод комиксов, вернее, как перевод, опять же, работа с комиксами может быть очень крутым заданием для ТБЛ, но это серия уроков. Это не весь курс. Вижу препятствия в том, что ученики будут лениться и не хотеть использовать иностранный язык для решения проекта. Здесь мы сталкиваемся с ментальностью. Мы сейчас о ней чуть-чуть поговорим. Вот. Ой, здравствуйте. Приятно, что вы пришли. По итогу ученики умеют не в язык, а решать задачи на языке. Они бывают маленькие, не обязательно большие проекты. Да, абсолютно верно. В этом идея. Ну, просто, Олег, вы так сформулировали, что я ученику преподаю одно, а ученик потом зарабатывает деньги иначе. Он может зарабатывать как угодно. Это не связано с вашей методикой. То есть ваша методика – это ваши цели. То, что ученик себе придумал другие цели, это уж от вас-то не зависит. Да, смотрите, вот вы пишете поговорить с полицией, с врачом, сходить в магазин. Это примеры, скорее, коммуникативных задач, потому что они, как правило, построены на общении, больше даже устном общении. В ТБЛ обычно еще есть какая-то материальная составляющая. То есть там надо что-то еще такое сделать. Это, во-первых, далеко не всегда устная речь. Там очень много и письменных заданий. Это процесс. То есть поговорить с полицией, с врачом, сходить в магазин – это как бы одна-две итерации. В ТБЛ их обязательно должно быть несколько. Есть какой-то материальный объект. Мы там фотографии делаем, снимаем видео, там что-то мастерим. То есть мы, опять же, подключаем очень много всяких органов чувств и видов памяти. Поэтому это более сложно. Хотя то, что вы привели, вот эти коммуникативные задания, это тоже используется как маленький шаг. Ну, просто если вы хотите, чтобы ваш ученик работал с комиксами, вы можете взять коммуникативную методику, но уводить ее в сторону комиксов тоже, потому что там есть своеобразная рисовка, свои там закономерности, особенности языка. Например, я думаю, что в комиксах, я плохо знакома на самом деле с ними, но я предполагаю, что там будет очень много всяких междометий, которые мы обычно не учим в курсе обычного китайского, всяких звуковых эффектов и так далее. То есть, ну, это не тянет на полноценный прям язык для специфических целей, но идет в ту сторону. Так, хорошо. Мне нравится, что вы так вовлечены. Вижу, что прям многие все это сейчас осмысляют и пытаются приложить к тому, что у нас есть. Есть еще мысли, замечания по TBL? Пишите, пожалуйста, в чат. Просто смотрите, мы с вами почти сделали две, два блока. У меня еще есть два небольших, но тем не менее, мне хочется о них тоже поговорить. Немножечко. Олег, я вас поняла, у вас там такой частный случай. Я все-таки думаю, что это не связано с методикой, то, что вы описываете. Это связано скорее с личным выбором ученика. Ну что, лексический подход. Вот самая современная звезда методики. Прочитайте, пожалуйста. Точно такая же проблема, как и всего остального. Его вся научная база базируется, извините за эту автологию, на коммуникативном подходе. Ничего там сверхшикарного. Лексический подход не смотрит как-то иначе сильно на весь язык, но он иначе смотрит на лексику. И я думаю, что то, что предлагает лексический подход, очень круто подходит для китайского языка, потому что, сейчас чуть дальше покажу, почему, он предлагает лексику воспринимать не как отдельные слова, а как словосочетание, причем частотные словосочетания. И если у нас цель преподавать как второй иностранный в качестве такого развлечения, то есть мы преподаем не китаистам, не переводчикам, а мы преподаем детям, которые в онлайн-школе учатся, им, конечно, ну зачем им разбирать там по составу какое-нибудь выражение, не знаю, make one see, ну выучите его как одно выражение и все. Ага, не-не-не, до 13.50 я точно уложусь, не волнуйтесь, я так рассчитываю до половины второго, надеюсь, что уложусь. Вот, да, значит, лексический подход. Лексика изучается словосочетаниями, она опять же идет на базе коммуникативной методики, то есть у нас сначала лексика учится на слух, потом уже только мы ее видим. Лексика в центре внимания и подход, вот мы очень много внимания уделяем тому, какая это лексика, то есть мы ее должны отбирать в соответствии с частотностью, это должны быть какие-то очень часто употребимые выражения. Если у вас 500 синонимов, вы не берете какие-то редкие выражения, нет, надо брать самое-самое основное, мы берем аутентичные вещи, то есть мы основываемся на том, как говорят носители, а это часто, вы знаете, неудобно для преподавания, потому что мы все равно делаем педагогические всякие штуки, немножко там что-то, значит, делаем язык чуть более искусственным на начальных этапах, лексический подход это не приветствует. То есть этот подход, он очень сильно сконцентрирован именно на преподавании лексики, логично. За это его очень часто и ругают сейчас, потому что методика, опять же, это не лексика, говорить о том, что вы выделяете какие-то отдельные блоки, а все остальное, получается, вы просто тупо соглашаетесь с коммуникативным подходом. Но это как бы немножечко нечестно, но лексический подход очень сильно форсится сейчас людьми, которые пишут книги о нем. Есть звезды такие свои, они там развежают по разным странам, дают лекции, не хуже, чем какие-нибудь там голливудские звезды. И я вижу в этом очень много коммерции с одной стороны, с другой стороны, конечно, то, что они предлагают, чем, опять же, они хороши, у них много упражнений на лексику, у них есть теоретическое понимание того, как лексику лучше компоновать. То есть там есть много вещей, которые мы можем позаимствовать. Насчет китайского языка. Я знаю... Ничего не могу сказать. Вспомнила, как китайцы преподают кучу лексики с примерами, упражнениями, в итоге скукотища. Я не знаю, является ли развлечение целью изучения языка. Для меня то, что это скукотища, но это недостаточная претензия. То есть для детей это плохо, потому что это не удерживает их внимание. У них как это называется, я не помню, attention span, то есть период концентрации внимания, он коротенький у них. Но для взрослых, если скучно, но эффективно, мне кажется, ну, как бы это неплохо уже, то, что эффективно. То, что... то, что... вот, кстати, когда перегруз лексики, это плохо, и лексический подход тоже об этом говорит, мы следим за тем, сколько мы даем лексике. Про китайский язык спросили, есть ли люди, которые работают в лексическом подходе. Честно скажу, я больше вижу о том, что это заявляется, а по факту человек не понимает, что это такое, или понимает, типа, я преподаю словосочетаниями, все, на этом все заканчивается. Это немножко упрощенное восприятие. Я знаю только Анастасию Хауфаин, которая действительно понимает, о чем там речь, и что там происходит. Я сейчас вам напишу. А, ну, или Юль, напиши, пожалуйста, ее инстаграм на этот аккаунт. Вот. Она действительно понимает лексический подход в более полном смысле, понимает, что там происходит. По лексическому подходу я вам тоже пришлю книгу, я просто перепроверю, их тоже несколько, и считается, что там для начинающих одна лучше, чем другая. Я сейчас не помню, какая... Но ТБЛ и лексический подход это однозначно то, куда, опять же, стоит смотреть, то, куда идет методика, и давайте за этим поглядывать. Вот я их тут выделила, как... На этом слайде я их выделила, как такие... самые интересные с точки зрения развития подметодики. Возможно, через несколько лет они во что-то выльются. Да, спасибо большое. Дальше. О чем хочу поговорить очень кратко, но, тем не менее, это важно. Какие тенденции сейчас происходят в преподавании, ну, прежде всего, английского языка, это влияет на всех на нас и в китайском языке в том числе. Во-первых, надо понимать, что любая методика, которая там возникла на Западе, она основывалась на каком-то культурном контексте, и коммуникативная методика очень сильно подвержена влиянию менталитета и контекста. В принципе, обучение в западных странах устроено немного иначе, чем у нас. Я думаю, вы видели много раз, да, как работает университет западный и наш. Если у нас, грубо говоря, ты выучил, опять же, есть исключения всегда, но очень огрубляя, да, и масштабируя все это, ты выучил книжку, ты пришел, ответил на вопросы по книжке, тебе поставили зачет. Там это не пройдет. Тебе надо прочитать текст, проанализировать его, сделать какие-то свои выводы, и на зачете ты показываешь, какие выводы ты сделал. То есть просто тупо пересказать информацию недостаточно, тебе не засчитывают это все. Видели, наверное, эти сюжеты, когда просто преподаватели там с студентами сидят на полу, сидят на траве, да, там общаются практически на равных. Это происходит, потому что менталитет другой. Есть гораздо большее. С одной стороны, это можно воспринять как негативное такое понебратство, да, что ученик и учитель, они как бы почти равны. Но с другой стороны, за счет этого есть высокая ответственность студента и высокая самостоятельность студента. То есть учитель не будет за тобой бегать, кормить тебя с ложечки, значит, пытаться тебя там уговаривать, пересдать что-то. Не сделал, значит, не сделал. Все. И ученик с детства как бы более готов вот это вот типа я, а там самостоятельная личность, да, ученик понимает, что ответственность за обучение во многом тоже лежит на нем. Поэтому в коммуникативной методике есть такие моменты, когда вот мы, например, если откроете Discover China, учебник коммуникативный, там есть страница самоанализа, которую я не видела еще ни одного учителя, который бы этой страницей пользовался. Но она там есть, потому что в коммуникативной методике ученик обязан сам себе делать вот этот вот самоанализ, сидеть и думать, так, что я достиг за месяц. У нас такого не бывает, потому что я учитель, я тебя лучше знаю, я тебе лучше скажу, чего ты достиг за месяц. Но это же, это больше даже про психологию, чем про язык. Не говорите мне про тепликовую, я сейчас, я просто буду орать неприлично. Вот. Ученица супермотивированная. У нас, я даже в работе с преподавателями замечаю, то есть, как работают, например, тренеры британские или американские, они тебя ни к чему не готовят, они тебя сразу начинают, как бы, ты под их руководством сразу начинаешь преподавать. У нас, когда я работаю с учителями, я первый там, вот самую первую часть нашего общения я трачу на то, чтобы им объяснить, что вы хорошие, вас никто не судит за ошибки, не надо себя корить, чморить и так далее. Никому это не придет в голову объяснять в британском мире, потому что там и так понятно. Я прихожу, типа, будьте счастливы, что я к вам пришел, а у нас преподаватель это такой человек, который сам себя затюхает хуже всех. Это же тоже менталитет, это же тоже сказывается на программе, это отнимает время, но это, это надо понимать, чтобы потихонечку на методику переходить. Нельзя это сделать с кондачка. Я не буду сейчас все в чате читать, вы там общаетесь? Хорошо. Так, дальше. Сейчас, конечно, тема толерантности, это тема номер один. Прежде всего, в чем это выражается в толерантности к ошибкам? Ты мне не смеешь, значит, указывать, что я как-то не так что-то там произнес. И идея какая? Чем выше у ученика уровень языка, тем больше он будет сам понимать, что он делает ошибки. Поэтому, как бы, с точки зрения методики, считается, что, ну, многие ошибки мы можем пропускать мимо ушей. Я, честно скажу, меня напрягает вот эта вот тенденция. Все-таки я как-то пока не готова к такому. В принципе, коммуникативная методика гораздо более лояльно относится к ошибкам. Она очень серьезно разбирает, в каких случаях их надо исправлять, в каких не надо. Если ты справляешь, то как ты это делаешь. Не надо говорить, ух ты дебил, тут не третий, то на четвертый. Нет, надо делать по-другому, да? Ну, я, конечно, утрирую. Но, в принципе, есть тенденция к тому, что все больше и больше ошибки игнорируются учителем. Ну, просто знайте, что такая тенденция есть. Еще одна тенденция, тоже, как проявляется толерантность, это толерантность к акцентам. 20 век нам подарил, значит, опять же, вот эти классы, иерархию, когда мы по речи понимаем, что этот человек лучше говорит, этот хуже. Вот в английском языке есть там received pronunciation, такое топовое произношение, которое на BBC. Китайцы тоже, да, там, давайте путунгхуа создадим, давайте, вот мы будем теперь говорить, у нас будет некая там норма по акцентам, по диалектам, чтобы все понимали, кто откуда и так далее. Я, опять же, сейчас очень грубо все это упрощаю, уже начинаю немножко торопиться. Но сейчас в английском языке тенденция к тому идет, что акценты – это нормально. И тебе нельзя сказать, что, ой, ну ты с Филиппин приехал, поэтому, черти, как ты говоришь. Нет, это будет считаться супернетолерантно, наоборот, сейчас мы приветствуем все акценты, у всех свои особенности, значит, все хороши, все равны и так далее. Это во многом, я считаю, лицемерие, потому что методика преподавания фонетики в английском языке развита суперклассно, там есть очень классные специалисты, и они, как правило, хорошие преподаватели говорят с очень хорошим произношением, так называемым таким классическим английским или классическим американским или классическим британским, то есть они не как-то сильно отличаются. Но в китайском языке, мне кажется, тоже, я, по крайней мере, вижу сейчас какое-то, знаете, более толерантное отношение к южным акцентам, например, то есть если когда я училась, ты там, не дай бог, вообще у тебя звук куда-нибудь съедет там из норматива куда-нибудь в южную сторону, все, это был кошмар, то есть люди, допустим, учились там два года на юге, потом приезжали в Москву, их переучивали, там, не дай бог, ты будешь цейка-цейка говорить. Сейчас к этому как-то проще стали относиться, я не знаю, хорошо это или плохо, честно, но если так пойдет и дальше, то, по крайней мере, фонетика, это будет не та область, которая будет активно развиваться, поэтому надо просто понимать, что у нас, скорее всего, тогда пойдет больший акцент на именно общение, то есть будет появляться больше упражнений на то, чтобы люди просто понимали друг друга, а вот все, что связано с улучшением своего произношения, оно будет чуть-чуть в миноре. Следующая тенденция, которая сейчас идет, это так называемая постметодическая эра. Сейчас говорят, что выдумать никакую новую методику невозможно, все, что мы можем, это только миксовать какие-то разные аспекты разных методик, но вот здесь есть очень важная отличие от такого диванного понимания методик, я очень часто это слышу, я преподаю в разных методиках, я миксую в разные методики, начинаешь спрашивать, что ты миксуешь, ну вот что ты миксуешь, и человек просто вообще не понимает, откуда он чего берет. Если я заявляю о том, что я преподаю слова новые на слух сначала, но я это миксую с грамматикопереводным методом, потому что я еще делаю упражнения на грамматику, нет, извините, вы ничего не миксуете, вы используете в чистом виде коммуникативную методику. Для того, чтобы что-то миксовать, надо понимать, во-первых, зачем вы это делаете, то есть предполагается, что вы хотите достичь результата более коротким, более эффективным способом, и вы должны знать, что в других методиках действительно есть эти способы, вы должны быть в этом уверены, но то есть это как бы не конструктор на уровне детского сада, да, это надо хорошо прям понимать, как методики разные устроены, поэтому вот это вот я миксую, оно, ну, такой, такой себе. Постметодическая эра это как раз-таки то, к чему мы пришли. Комникативная методика в себя выбрала лучшее, что было в предыдущие годы, и зачем чего-то там специально наворачивать, что-то миксовать, ну, это такой себе вопрос. Вот, про психологию говорят, что там точно так же я миксую подходы. Какие учебники по методике преподавания китайского посоветуете? Я вам тогда тоже, все туда же, Юля просто пришлет список книг. Про ошибки подробнее услышать интересно, про ошибки можно вообще часами говорить, там много нюансов. Спасибо, Соня. Так, следующее. Реабилитация родного языка это интересная тенденция, когда появилась коммуникативная методика, считалось, что вот ты, не дай бог, раз в год сказал что-то на родном языке, все, значит, ты уже не коммуникативно преподаешь. Сейчас к этому гораздо легче относятся, сейчас на это смотрят здраво, то есть язык-посредник не нужен нам для запоминания, и не надо, чтобы у ученика были ассоциации с языком-посредником. Если он хочет что-то сказать, пусть сразу говорит на изучаемом языке, но, если мне быстрее объяснить, впереди, там, плохой пример, например, на начальном этапе я хочу попросить ученика повырезать из бумаги, я давайте лучше скажу это на родном языке, то есть инструкции могу дать на родном языке. Это, кстати, вот к вопросу, в коммуникативной методике смотрится в том числе, как это работает на разных языках, то есть я смотрела, что вот эта вот реабилитация родного языка, она была в частности связана с тем, как учителя английского работают в Японии, и там было сказано, что иногда для японцев проще, быстрее сказать что-то по-японски, чем пытаться там 30 лет пытаться что-то передать по-английски, поэтому вот к восточным языкам тоже все-таки восточные языки тоже включены в систему преподавания, они никуда там не выбрасываются. Я в применении к китайскому всегда считаю, что блок иероглифики у нас абсолютно может идти по-русски, просто его надо выделить в отдельный блок, потому что когда мы когда мы говорим про иероглифы, мы, как правило, не хотим там решения никаких коммуникативных задач, если мне надо объяснить, что НИИ это маленький человек под крышей, там нет ничего коммуникативного, и этот блок можно провести в принципе на родном языке, потом потихонечку, потихонечку, все равно ученик выучит основные ключи, и вы уйдете от родного языка, вам не надо будет больше это объяснять, он и так будет все ключи знать. Так что сейчас вас никто там не захейтит за применение родного языка, другое дело в каких вы аспектах его применяете и в каких пропорциях. Если вы начинаете переводить предложение, все, вы уходите в грамматик в переводной метод, не надо здесь обольщаться. Так, TBL и лексический подход. Я написала LP как лексический подход по-русски, представляете, по-английски должно быть LA, lexical approach. Ну, все уже понятно. В общем, вы поняли, что это те две методики, которые развиваются сильнее всего, и мы смотрим на них. Бизнес, коммерция, это тоже важно. То есть сейчас методика, это очень такой мощный бизнес в западном мире. И если честно, иногда какие-то адекватные цели они подчиняют именно целям денежным. Ну, не могут методики развиваться так сильно и так часто, как мы этого хотим, поэтому иногда специально форсятся какие-то немножко искусственные вещи, то есть, мне кажется, с тем же лексическим подходом уж слишком много про него сейчас говорят, необоснованно. То есть, это не что-то суперреволюционное, как его пытаются представить. Ездят спикеры, которые занимаются лексическим подходом, их там все приглашают. Это же тоже способ выпендрежа, да, а ты был там на выступлении вот этого, а я вот был, а ты вот не был. Это отражается на книгах, то есть, не все учебники, которые выходят, одинаково полезны. Часто они там друг друга копируют и, в принципе, об одном и том же говорят. Есть несколько издательств, которых, по сути, в общем-то, монополия, и этим издательствам тоже надо жить, поэтому им тоже надо выпускать какие-нибудь странные книжки, не о чемные, и не факт, что все, что ты там купишь от издательства Макмиллана, оно все будет полезно. К сожалению, нет. То есть, когда ты начинаешь заниматься просто любой какой-то сферой, ты понимаешь, что там, ну, надо тоже отделять полезное от неполезного. Так что бизнес влияет на методики. Я не хочу, знаете, здесь вот тоже такие речи, значит, толкать, что все, что делает там Кембридж или все, что делают какие-то западные системы, это все просто суперидеал. Нет, там очень много есть и ненужного, абсолютно наносного. Я вам хочу показать таблицу. Это система развития учителя, так называемая, от Кембриджа. Вообще, Кембридж, это, конечно, организация, Кембридж Асессмент, если говорить более конкретно, это их поднаправление, которое занимается преподаванием английского языка и обучением преподавателей. Это супермощная система, у которой есть издательство, подготовка преподавателей, экзамены, то есть вот эти кембриджские экзамены, они считаются одним из главных в мире, FCE, всякие CPE, наши ЕГЭ переписывались с FCE по английскому языку, то есть это очень такая всякие разные бизнесы, английские и так далее. Это все Кембридж. И Кембридж, он, смотрите, у него есть два таких, ну, наверное, три, давайте, три таких самых известных экзамена для учителей. Первый экзамен TKT, это теоретический экзамен по методике на знание терминов, грубо говоря. То есть вы приходите, если вы его сдали, вы считаете, что значит уже вы знаете теорию коммуникативного преподавания, потому что вы понимаете, что вкладывается в коммуникативные методики в те или иные термины. Дальше есть курс CELTA, это курс для преподавателей, которые хотят на практике научиться коммуникативной методике. Курс, который длится месяц и который закладывает все-все-все самые базовые функции в учителя языка, при этом тебе не надо ничего читать, тебе просто все расскажут, покажут, и тебя учат за этот месяц и слова там преподавать, и грамматику, и чтение письма, все на свете, и ошибки исправлять. И вот если ты прошел курс CELTA, такой курс молодого бойца, то тебе выдают сертификат о том, квалифицированный преподаватель по коммуникативной методике. После CELTA есть DELTA, это курс, он гораздо более длительный, это уже диплом, в отличие от сертификата, то есть вот это все выдает Кембридж, чтобы вы понимали, это все бумаги от Кембриджа. DELTA идет год как минимум, это курс очень такой более теоретический, в отличие от CELTA тебе придется здесь читать, писать письменные работы, много изучать теории, там тоже надо преподавать, ну то есть этот курс такой очень мощный. И у нас среди преподавателей английского, есть такое тоже негласное соревнование. Кто-то сдал TKT, у кого-то CELTA, у кого-то DELTA, и вот начинается вот это, я извиняюсь, мере не значит, понятно чем. Формально DELTA нужна, чтобы преподавать и тренить преподов, то есть если ты хочешь быть куча-тренером, если ты хочешь работать методистом и тренировать коллег, если ты хочешь быть директором школы, как правило, директора школ, они все имеют DELTA, то тебе надо сдавать DELTA. Но если взять тех учителей, у которых есть CELTA-DELTA, по большому счету она им нужна не для того, чтобы там занимать какие-то должности, а чтобы, ну грубо говоря, там где-то выпендриться, где-то там потешить свое самолюбие. Есть очень много классных преподов, которые очень хорошо преподают английский язык, и у них нет ничего из этих бумаг, но они не могут это продемонстрировать миру, да, и они идут на CELTA, что просто у них это была несчастная бумажечка. У нас есть некий культ, мне кажется, CELTA-DELTA. Если вы зайдете в Инстаграм, то там вот все самые известные преподаватели английского, у них у всех там DELTA, это просто там самые-самые считаются известные люди и так далее. Но что я хочу вам показать? Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. CELTA относится к foundation, то есть к самому базовому уровню развития учителя. У нас CELTA воспринимается как некий просто топовый уровень, что-то там какой-то абсолютно потрясающий преподаватель. На самом деле это только foundation. Если мы по этой шкале пойдем дальше, здесь просто ее не, по-моему, тут этого нет. CELTA потом идет, DELTA потом идет степень бакалавра по лингвистике или по преподаванию. То есть ты даже как бы в англоязычном мире, если у тебя CELTA, ты рядом даже не стоял с тем, у кого есть степень бакалавра по преподаванию, но, естественно, степень, полученная в Западном университете. Понятное дело. CELTA это такой, знаете, курс ремесленников, когда тебя просто учат типа там подошвы забивать. Это не что-то такое супер великолепное с точки зрения преподавателей, именно с точки зрения создателей этого курса. Это не что-то такое прям супер-супер великолепное. Но почему у нас это превратилось в такой культ? Потому что это отъем денег очень сильный. CELTA стоит сейчас там 120 тысяч, DELTA стоит за 200 тысяч, если в рублях говорить. Это хороший бизнес. Очень много ты там платишь просто за бренд, за то, что это Кембридж тебе бумажку выдает. И, ну, по-хорошему, как бы сейчас мы с вами поговорим о том, что куда идет эта вся система. Она очень четко выстроенная, в отличие от Ханбаня, который до сих пор там что-то пытается делать, и пока не выстраивает это все в единую линию. Кембридж это уже сделал давно, и он на этом делает хорошие деньги. Да-да-да. CELTA это не курс для носителей. То есть CELTA, он... Да-да-да, BKC неплохо бизнес на этом строит, но это опять же надо понимать, что BKC, он в этом не самостоятельен. То есть любой центр, не только BKC является центром обучения CELTA, но любой центр, который обучает, он точно так же себя ведет. У них нет выбора, потому что их Кембридж, грубо говоря, прессует. CELTA это не экзамен для носителей, не курс для носителей, это курс по коммуникативной методике. Да, если носитель хочет преподавать английский, это знаете как вот, лень получать экономическое образование, пойду на бухгалтерские курсы. Да, то же самое, лень получать бакалавриат, я пойду просто на CELTA, получу за месяц эту бумажку. Но по факту носителям часто на CELTA гораздо тяжелее, потому что они с точки зрения теории не помнят, как язык устроен, а как раз-таки иностранцы помнят. Так вот, я к тому, что вот эта вся стройная система, она тоже диктует очень много псевдометодического. То есть ты попадаешь в эту систему, ты начинаешь ходить на все семинары, ты знаешь всех спикеров, ты там все книги перечитал, все это в списке литературы, начинаешь молиться там на Кембридж и так далее. Я понимаю, что я со стороны тоже часто так выгляжу, если мой Инстаграм почитать. Но когда начинаешь в этом разбираться, понимаешь, что ой-ой-ой, там половину можно вообще выкинуть. Да, я согласна, что у нас в России на бакалавриате не дают того, что дают на селте, абсолютно согласна. И в Китае практически нигде не дают. Но я сравниваю с именно западными вузами. То есть в западном вузе на педагога вы получите селту и гораздо больше. Кстати, она, по-моему, даже перезасчитывается. Делта точно засчитывается. Если ты хочешь поступать до бакалавриата по преподаванию английского языка, и у тебя уже есть Делта, они тебя засчитают это как уже часть часов, что ты уже что-то прослушал, ты можешь там на какие-то пары не ходить. Вот, смотрите, время, значит, не только лень, а время. Тут пока выучишься на кого-то, хлоп, оно не актуально. С селтой так нельзя сказать. Смотрите, коммуникативная методика появилась в 70-х, и она не просто актуальна, я же говорю, она как алмаз, просто ограненный теперь уже. Это будет актуально. Методики не меняются за секунду. И сейчас, опять же, повторить вот эту реформу в методиках невозможно. Поэтому я считаю, что селта актуальна еще ого-го как. Я сама проходила ее, она мне дала просто очень мощный толчок развития и так далее, и всему лучшему я обязана ей. Я просто сейчас хочу вам показать это с другой немножко стороны, да, со стороны бизнеса, потому что посмотрите, что с нами случилось. И селта, и селта ушли. Ушел Кембридж, и если это гораздо большая проблема, чем можно было бы себе представить. Кембридж сейчас официально с Россией не работает. Это значит, что ни селта, 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 никакие курсы методические вы из России сейчас не пройдете. Вы это можете делать в других центрах. Вы можете, например, податься как-то через Турцию или через другие какие-то страны, зарегистрироваться в них, но это еще гораздо дороже. И это и раньше был путь не для всех. Так, простите, сейчас. Секунду, у меня от эмоций аж все закрылось. Это и раньше был путь не для всех, а сейчас это тем более стал путь не для всех. Конечно, BKC и все вот эти центры, они быстренько поняли, что происходит, и сказали, что у нас теперь своя селта. Они уже сразу сделали свой курс, который, я уверена, не хуже селта, потому что тренеры те же самые, и программу, скорее всего, они взяли ту же самую. Но в чем дело? Вы не получаете все-таки кембриджской бумажки, а все-таки это международный. Не грустите, Олег, я тоже экономист по образованию. Ни о чем не жалею. Так вот, я к тому, что уход селты – это действительно очень тухлая история, и эта история очень печальная. Я надеюсь, что все-таки со временем они вернутся. Дальше, что сейчас случилось, это отзыв иностранных преподавателей. У нас все-таки в BKC и в тех же центрах были хорошие очень тренеры, тоже тренеры известные, которых там все знали. Они периодически проводили какие-то методические мероприятия, приходили спикерами. Сейчас они этого делать не могут. Поэтому уже как бы методическая жизнь на ближайший год обеднела очень сильно. Все-таки о каких-то новиночках мы от них слышали. Сейчас все это на паузе. Запрет на работу русских экзаменаторов. У нас в России были люди, которые имеют дипломы. Они сертифицированы как приниматели экзаменов кембриджских. То есть вот этих все FCE, CIE, IELTS в том числе, например. Есть же Центр принятия вот этих экзаменов всех. Так вот, очень многим русским преподавателям поставили запрет на это дело. То есть сейчас люди, у которых была работа, как ты принимаешь экзамены, ты экзаменатор в IELTS в центре, ты сейчас не можешь этим заниматься. И опять, это как в спорте. Если это затишье будет очень долгим, мы просто потеряем квалификацию. Мы потеряем поколение, которое умеет это делать. Это очень неприятная штука, потому что, опять же, экзаменаторов тренируют оттуда. Если у нас прекращается, разрывается вот эта связь, тебя никто не тренирует, ты начинаешь вариться в собственном соку. Это плохо. Прекращение поставок литературы. Издательство типа Макмиллана, которое Discover China делает, они сейчас к нам ничего не продают. Они как-то хитропо, я извиняюсь, тоже хотят через Беларусь что-то возить. Но если раньше это просто были прямые каналы, у нас есть офисы Макмиллана в Москве, сейчас они как бы все позакрывались, они ничего не возят, и они вроде как не имеют на это права. Еще несколько издательств, они тоже не возят литературу, в том числе методическую. А это значит, что пиратство будет процветать. То есть мы сейчас будем скачивать только опять какие-то нелегальные версии этих книг. Все это вываливается в повышение цен. Если год назад учебник английского языка и так стоил очень дорого, то есть комплект учебников с рабочей тетрадь стоил где-то 5000 рублей, сейчас цены доходят до 15 штук. Это за те же самые комплекты. И это, конечно, просто полный бред. То есть если, представляете, раньше учитель закупал на школу или там стимулировал своих студентов и как-то объяснял родителям. Вы знаете, как тяжело заставить родителей купить учебник. Они не хотят платить за это. Но 15 тысяч ты тоже не будешь платить. Это уже просто за грани добра и зла. И у меня есть подозрение, что в регионах могут и перейти на русские учебники под влиянием этого всего. А ничего хорошего в русских учебниках нет. Поэтому, ну то есть это шаг назад, это деградация, потому что все-таки западные учебники написаны по коммуникативной методике. Поэтому это проблема. Вот мне интересно, профильные классы работают, да, на Discover China. Хорошо, он переведен на русский первые два тома. Но последние два тома не переведены и не будут переведены. Если нам нужно их закупать на несколько десятков человек, сейчас с этим будут проблемы. Китайцы тоже отзывают. Не-не-не-не, я сейчас говорю только про англоязычный мир. Китай с нами не ссорился. Китай себя умно ведет. Это я и прямо, я и боком, и вашему нашему. Золотое время для догмы в России. Надеюсь, что нет. Нет, смотрите, все-таки мир глобальный. Сейчас полностью отрезать кого-то от какой-то информации практически невозможно. Но доступ к информации будет ограничен. У нас очень мало времени осталось, я очень кратко скажу. Тенденции в китайском языке, они в последние лет 7 идут в сторону явного улучшения. У нас обновляется HSK. Я считаю, то, как он обновляется, вот эта девятиуровневая система, это гораздо больше соответствует реальным потребностям учеников. Это гораздо лучше показывает владение языком. Это просто супер обновление. То, что расширяется линейка экзаменов. Если раньше мы знали только про HSK, сейчас почти все знают про бизнес китайский экзамен, мы знаем, что есть еще другие экзамены. В ICT, ну, как бы он существует, да, он там в Москве сократился, но он есть. Мы об этом больше стали знать. В эти экзамены, ну, тоже складывается больше усилий. О них как-то становится шире известно. Я считаю, что это абсолютно точно плюс. Методы преподавания все равно обновляются. Если, ну, лет 10 назад мы только читали, переводили, и сейчас, ну, почти все делают что-то еще, да, все равно какие-то коммуникативные элементики мы внедряем. То есть мы не стоим на месте. Это очень хорошо. Вы знаете, наверное, что, по-моему, пару лет назад или три года назад был введен экзамен для учителей китайского языка от Ханбаня. Это некая попытка сделать селту. У меня к этому экзамену миллион вопросов. Он не идеален, мне кажется. Ну, то есть я его не сдавала. Я много общалась с теми, кто его сдавал, и смотрю, как он устроен. Потому что есть эти, как они называются, типа мануалы, да, по тому, как к этому экзамену готовятся. Но сам факт того, что этот экзамен появился, это уже гигантский шаг вперед. Я уверена, они будут его дорабатывать. И тоже следим за этим, смотрим, что там происходит. И в Китае есть интерес к коммуникативной методике. Пока, мне кажется, больше интерес, чем какое-то адекватное ее понимание. Они переводят с английского статьи, они пытаются делать учебники с картинками. Для детей особенно есть очень много всяких материалов. Не всегда там есть понимание методики, а есть просто что-то захваченное, какая-то мимикрия, что мы типа сделали, как они. Но опять же, тенденции очень хорошие. То есть я вижу, что мы идем в хорошую сторону. И очень кратко скажу. Смотрите, как устроено у нас преподавание китайского языка классически. Вот есть вот эта вот линия, иероглифические черты, графемы, однослоги, слово, предложение, текст, речь. У нас почему-то всю жизнь есть тенденция работать на уровне слов и идти вниз. Ты, блин, выучил Мэй Гуанси, ты должен досконально знать, что там за однослоги, какие графемы, какие черты. При этом туго идет выход вот сюда. Коммуникативная методика говорит, что это хорошо, неплохо, что это будет, но давайте, блин, стремиться вот сюда. И мне кажется, это важно понимать. Надо выходить на уровень речи, не только устной речи, письменной тоже, конечно. Но уходить потихонечку от слова к речи, это как раз то, чем занимается лексический подход в том числе. И мне кажется, что проблемы у нас возникают как раз таки из-за того, что мы очень часто закапываемся вот в этот уровень, начиная игнорировать вот этот уровень. Поэтому с точки зрения коммуникативной методики, если вот вы готовитесь к уроку, вам как учителю проще сделать упражнение на иероглифы, чем упражнение на речь. Но с точки зрения методики лучше сделать упражнение на речь, чем упражнение на иероглифы. Но это если очень грублять. Я вижу, что у нас очень неповоротливая система, ну не только у нас, просто у человечества. Система школьная, вузовская, она очень неповоротливая. Она не скоро ответит на потребности. Когда она ответит, потребности уже сменятся. Поэтому в школе я не жду ничего хорошего, честно вам скажу. Там слишком сильное засилье своих этих мафиозий, которые продвигают свои учебники. Почитайте про печально известное издательство Дрофа, которое раньше поставляло свои учебники во все школы, сейчас они переобулись, переобновились. В ГОСы эти, которые пишутся не китаистами, конечно же. ЕГЭ по-китайскому, которое было, ну опять же, слава богу, что оно улучшается с каждым годом, то есть они хотя бы следят и обновляют его. Но вся эта система настолько тяжеловесная, настолько неповоротливая, что, честно, в школе это будет последнее место, где что-то изменится. Частные школы меняются быстрее. И ССН, как частная школа, я верю в вас, я верю, что у вас гораздо меньше вот этих вот жутких требований закона и гораздо больше творчества и больше людей, которые действительно заинтересованы в развитии. Коллеги, это все, что я хотела вам сегодня сказать. У нас почти не осталось времени. Discover China будет ли переиздаваться? Будет, будет, будет. Они сейчас собирают мнение преподавателей и хотят там в ближайшие пару лет его чуть-чуть переиздавать. Но я не знаю, насколько это будет сильное переиздание. Сейчас, тут еще был какой-то вопрос. Сейчас у меня чат застопорился. За какими сообществами методическими стоит следить? Спасибо, Алла, что мы на вы. Если ты думаешь, что я тебя не узнала. Алла, я подумаю, тоже напишу. Сейчас сходу я уже очень боюсь, что я займу ваш зум. И поэтому сейчас не буду отвечать. Спасибо вам большое. Коллеги, давайте я... Извини, Ксюша, перебила. Давайте и список литературы, и список рекомендованных сообществ, рекомендованных материалов. В общем, все-все-все-все-все методические рекомендации, которые только могут быть, я соберу все они. И потом тоже публикую в нашем канале. Ссылку на канал я сейчас продублирую. Если кого-то еще нет, то присоединяйтесь, следите. И видео, и материалы все будут там. Спасибо вам большое. И, Юль, тебе в частности, спасибо. Спасибо за выступление. Было, как всегда, очень насыщенно, очень бодренько. Коллеги, пожалуйста, от одного до десяти. Или любые другие приятные слова, приятные смайлики. Пожалуйста, расскажите, как вам было? Да, затянула я немножко со временем. Спасибо большое. Если полезно, кто-то говорит про теорию методики, я прям дико рада. Да, согласна. Действительно, обнадеживающая сегодня была лекция. Я действительно ее задумала, в том числе для того, чтобы, может быть, кто-то из начинающих преподавателей немножечко уложил вот эту самую кашу, да, назовем это салатом даже. Когда вот я беру везде чего-то, но не могу порядочить, зачем я это беру и откуда беру, чтобы и начинающие преподаватели смогли сориентироваться в мире преподавания. И уже опытные преподаватели разобрались, что еще можно сделать, как усовершенствовать свою работу. Поэтому я честно надеюсь, чтобы это было полезно для всех по максимуму. Тогда, коллеги, будем потихоньку расходиться. Я еще раз благодарю Ксению, благодарю всех вас. Спасибо. За то, что вы нашли целых два часа сегодня. Надеюсь, что еще до встреч. Надеюсь, что мы еще встретимся, еще раз поговорим, может, не про методики, а про что-то еще. На связи, если что. Спасибо. Да. Давайте, коллеги, тогда. Bye-bye. Пока. 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 Пока.